Мы можем медитировать с чехами. Так что хорошо сказать. Когда мы успокаиваем наш ум, обычно мы можем констерировать на то, что нам нравится. или мы можем применять тот метод, который нам ближе всего, вот с помощью которого мы, если мы медитируем, мы, в принципе, знаем с помощью чего мы быстрее всего успокаиваем наш ум и находимся в таком удовлетворительном состоянии в медитации. Вот почему. Пути, пути, пути. 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 Но все, вот что вот, чтобы медитировать, чтобы помочь нам сразу все связывать впервые, чтобы базилисты, там в виде глаз. Подход именно от Ваджраяны, это приведение своих негативностей на пульс медитации. Например, если мы замечаем, что мы сильно привязаны к чему-то или к кому-то, то можно в медитации концентрироваться именно на этом ощущении привязанности или на объекте вожделения. Можно концентрироваться до такой степени, что развить свое желание или страсть до максимальных пределов и концентрироваться одноправленно в медитации на этой страсти. И с помощью этого можно достичь реализации собственного ума. То есть именно на этой одноправленной концентрации, неважен объект, это может быть даже негативная какая-то наша сторона, черта или эмоция. Когда мы на ней концентрируемся, мы можем познать свой собственный ум. Когда мы находимся, если мы все не видим, что у наших друзей, мы можем познать свою собачьи. Мы можем познать свои собачья, чтобы у нас не помнить. Если мы столько большинства, так, как мы можем познать себя, мы просто приглашать problemas. Когда мы будем ставить заболевание, мы можем заболеть то, что мы будем ставить. Да. Наоборот, люди, у которых больше гнева, или вот люди такие, о которых говорят много ветра, которые вспыльчивые, гневливые, у них быстро все вспыхивает, ну и быстро как бы затихает, подобно пламени, которое возгорается бы очень быстро. Вот эти гневные люди на пике пламени, на пике своего гнева могут тоже сконцентрироваться на нем, заметить его, и в это в одно мгновение могут постичь природу ума. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Тилопа был известен тем, что он разбивал семечки сезама или горчицы и убивал из них масло. И есть такое существо, что я простираюсь перед достигшим совершенства, выбивая масло из семечек. Ну, примерно такие слова там звучат. Ну, то есть, были махасивки, которые в обычной жизни, занимаясь обычными делами, достигали совершенства. Ну, мы уже не знали, что у нас в обычной жизни можно сделать, чтобы познакомиться, чтобы он был захорить, чтобы он был ненимен. Так, а мы не связали с днем одежду. Я не знаю, что я говорю. 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 Был такой сумасшедший какой-то йогин в Индии, который приковал себя кандалами какому-то офису, какому-то министерству правительственному зданию, там где постоянно ходили люди и люди приходили и выходили из этого здания. А он туда себя специально приковал, валялся там и противал Мухаммадов. Я не знаю, что это. И я понимаю, что вот совсем в нем. Вот вам кажется, францию бесполезно. Можете только разобрать. Зато мысли, которые начали, прошло все. Но и на Виндзюм вне... Это не означает, что на Виндзюм, и на Виндзюм да нет. И начинается медитация с того, что мы начинаем замечать свой поток мыслей. Но медитация не начинается с того, когда мы останавливаем мысли, как некоторые полагают, а наоборот, когда мы успокаиваем ум и мы внезапно замечаем, что там целый поток мыслей, которые постоянно сменяют друг друга. Вот с этого начинается медитация. Мышка нем дефицит했다 правильно. Но когда мы начин Р統 Bloom, который нужно интервировать, который уже香港, коллашет пленка сразу на с kalian permissions. Но мы называем聖 Broadод, также здесь кред fal с него. Но они завтра ходят, потому что они пытаются делать снимков. Заставка году 1,5 на 3,10 на 14,000 рублей. Затем 10,100 рублей, через 2,300 рублей. Там они будут давать, я потом ходил, токбука. Они тоже были останки, где я не делал. Токбука, поц. Затем только 2,10 на 15,10 на 3,10 на 16,11 на 15,21 на 15,31. Ну, в общем, есть, опять же, спектр сначала постижения и поведения в практике медитации выравнивается или достигается постижения и улучшается, можно сказать, поведение. И когда пройдены вот эти этапы, когда сначала мы видим поток мыслей, и мы учимся концентрироваться на одной мысли, либо вообще учимся однонаправленной концентрации, вот это третий этап. Это однонаправленная концентрация, это нет? Ну, в общем, потом ей наступает радость и блаженство. Надо так сделать, и будет радость и блаженство. Можно попробовать, подождите, 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 еще чуть-чуть не закончили. Когда мы достигаем вот этой однонаправленной концентрации, уже можно почувствовать некоторые положительные моменты медитации в виде радости и удовольствия, которое мы уже получаем от медитации. Тогда нам как раз хочется остаться подольше, посидеть в медитации. И получается такая, возникает такая радость. Иногда, когда мысли атакуют, и их очень много становится, тогда в этот момент вы уже не можете держать, держать этот поток, и нужно воскрепить пэ! Может вам помочь. Очень громко надо кикнуть, надо прямо вот. Кикнуть сколько можно громче. В waited for every time, take a thought. И вот с ними уже оставляем с программой. Это я Such a fais and Shine. Иногда бывает так, что мы либо увлекаемся сильно мыслями, либо наоборот, мы можем зависнуть в чем-то, в каком-то пространстве блаженства, ну не знаю, в пустоте какой-то. Когда нам очень комфортно и не хочется оттуда возвращаться, но нету концентрации, то есть наше сознание уходит, оно отвлечено таким зависанием, тогда тоже стоит воскликнуть ПЭТ, так чтобы внимание вернуть на объект концентрации обратно. То есть бывает, медитация наступает в такой момент, когда нету ни мыслей, ни концентрации. На чем-то и такое подобное состояние, подобно тому, как мы выходим на ровное место в пустыне или в степь, где непонятно где север, где юг, где вообще как что находится, то есть бескрайнее какое-то поле. И вот это можно сравнить с таким состоянием в медитации, когда непонятно вообще, что с ума вообще происходит, но тем не менее концентрации в нем тоже нет. Как и не тогда некоторые практикующие ошибочно воспринимают это за постижение пустоты, там просто пусто и можно воспринять это за какое-то постижение правильной пустоты, но это не так. Музыка. А иногда можно применить метод по данту санкета, с которым практиковал три взгляда. То есть мы просто открываем широко глаза и упираемся взглядом вперед. Некоторое время мы просто стараемся с широко раскрытыми глазами смотреть вперед. И это успокаивает мысли. Или наоборот возвращает нас от безмыслия. Потом можно повернуться направо и посмотреть направо. И таким же образом посмотреть налево. То есть это такой метод трех взглядов называется. Продолжение следует. Да. Препятствие медитации – это сонливость. Когда мы погружаемся в какую-то темноту, когда ум, можно сказать, тускнеет, темнеет, и тело, мы чувствуем такой, что уплываем куда-то в темноту, и что нам не хочется ничего делать, не хочется, даже не хочется идти куда-то делать чай, или там вставать, идти в туалет, или еще что-то. Вообще ничего делать не хочется, и не хочется, конечно, медитировать. То есть, ну, такое состояние близкое к сонливости. Тогда Миларепа советовал, опять же, кричать «пэд!» изнутри наружу. Чтобы изнутри вся эта темнота, чтобы ее вылить наружу, тоже нужно взбодрить себя словом «пэд». Потому что когда учатся, умет, том, что ты думаешь, там, 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 там. Есть совет освежить свой дуб, посмотрев, на по сторонам. Это даже есть такое зречение. Если устал в медитации, встань да посмотри по сторонам в четыре стороны света. Можно сделать и вести взглядом, что обозреваем это и обратно вернуться в медитацию. Ну то есть взбодриться. Если есть у вас вопросы, мы на двенадцати тогда еще посидим, а потом пойдем на обед. У вас двенадцать обед? Двенадцать. Хорошо. Если есть еще интересные вопросы... Направление, как раз в четыре направления, есть разница в каком направлении? Смотреть? Сидеть? Потому что в индийских садханах навесть. На восток. На восток сидим, потом на север, потом на запад. В индийских... Хинду, что нам не плохо халат, а сейчас что бы на... Что? Муты погиб. Нет, 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 нет. Что вы думаете? Что значит? Пет 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 Слово Пет состоит из двух слогов Па это метод Слов Та это мудрость По-тибетски это два слова Пхет это по-русски четыре буквы на тибетском используют два слова и это символизирует метод мудрости Па Пуре Чады Пумуре Это мужчины и женщины Это не тантры Вы понимаете Мужины и женщины это блаженство и все за тема поехала Я хотела уточнить насчет медитации если следить за мыслями они считают и пустота значит пустота это плохо тогда на что концентрироваться да нет этих мыслей пустота Пхет ты можешь выйти из этой пустоты но тогда на что концентрироваться какие-то главные вещи Возвращаем внимание мы возвращаем внимание и концентрироваться и концентрироваться на внимательности на внимании идем по куралу нам ток текленно если возникает мысль то на ней тогда конспирироваться какая первая мысль возникает на ней конспирироваться да у меня немножко в другой области есть вопросы предположим для того чтобы ослабить наши негативные тенденции мы используем 4 опоры раскаяние решимость опору на на кого-то на возвышенных существ и метод одна из этих опор это решимость я принимаю решение больше таким образом не поступать при этом когда я слежу с собой я понимаю что я постоянно все равно повторяю те же самые негативные действия таким образом моя уверенность в моей решимости у меня как бы ослабляет потому что все что бы я себе не пообещал все я нарушу прямо сегодня вот как с этим поступать я думаю так же и я и так я и и и и и и там я и и и Именно они с радостным, которых употребляете в п 하уль. И там они живут в пасху, чтобы не было так. Мы приходили в пауль и уехали в пыль. Там они живут с каутубчиками и готовы на каутубчик. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Продолжение следует... Нам мешает надежда и страх, потому что когда мы задаем себе установку, что я этого больше делать не буду, это как бы правильная установка. Но тем не менее мы обычно ожидаем результатов, мы ожидаем, что мы не будем больше этого делать. И ожидание, наверное, неправильная мотивация лучше без ожидания и страхов, без надежды и страхов действовать. Когда мы делаем что-то, мы ожидаем результат, и когда мы, опять же, наступаем на те же грабли, то возникает разочарование. Почему оно возникает? Потому что мы надеялись на что-то, надеялись, что будет результат. А этого делать не следует. Также и... Наоборот, если, допустим, мы... А, ну я этого, наверное, не выдержу. Допустим, мы берем на себя какой-то обед, и... А, ну, скорее всего, я не смогу его сдержать. И не берем его. Но это больше как сомнение, как страх, можно сказать. Страх не принятия этого обеда. Это две крайности, которые в данном случае неприемлемы. Ожидание, ожидание наград и страх, что ты не сможешь это воздержать. То есть нужно идти срединным путем. Брать на себя какое-то обязательство, но не ожидать наград, что ты прямо вот сможешь это выдержать. Я... По медитации можно? Да. Если я правильно понял, состояние бездумья – это плохо. А если объектом медитации является состояние внутреннего покоя и блаженства? Да. Масу сам 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 хомни, а не та... Семь гадан, девудовчики, енгидисты. Ди упорщили, да? Да. Гадан, девуа, я вам упорщили, да? Да. Ходи диньи диньи диньи. Да. Диньи, да? Или андила чакпаяна? Да. Чакпаяна. Да. Да. А где? А где? А где? Да. Здесь тонкая грань. Нужно точно различать, есть ли у нас привязанность к этому. То есть само по себе состояние блаженства и радости в медитации – это хороший знак. Это знак того, что успешная практика. Однако нужно здесь различать, есть ли у вас привязанность к этому состоянию. И если есть привязанность, то это, как сказано, привязанность к неведению и гнев – корни самсары. Если есть привязанность даже к этому блаженству, то это негативный такой отпечаток в практике будет. Тогда она что переключает внимание на 100%? Да. Диньи… 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 Когда переключайтесь на саму эту привязанность… Если вы заметили за собой вот это, что «Ага, мне нравится», переключайтесь на саму вот эту привязанность и смотрите на нее. Вообще в медитации Махамудры нет определенного объекта. Смотреть на деревяшку, или смотреть на статую Будды, или смотреть на дыхание, и больше ни на что. Тут нету. Тут ты можешь постоянно переключаться, объекты меняются, но самое главное задержать... Как бы, держать внимательность и бдительность на любом из объектов, они могут постоянно меняться, но главное, чтобы была внимательность и бдительность, и вот не допускание негативных эмоций, таких как привязанность. А если они возникают, то на эту привязанность надо сразу обращать внимание. Ну и так, время обеда, посыпало. Это, видимо, был бал какой-то. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok